Ну здравствуйте, делаю гайд на Цзэнь Юаня, тем более скоро его рераны, я решил в числе первых, так сказать, вкатиться в тренды. Я также попытался кое-что сделать с микрофоном, надеюсь стало лучше, но в любом случае напишите, если стало хуже. В этом гайде мы обсудим основную фишку Цзэнь Юаня и его повелителя молний, обсудим плюсы и минусы, сравним с другими эрудитами, оценим как он себя показывает в различных игровых режимах, включая новоприбывший чистый вымысел, решим стоит ли пульт его и долоны, и может быть сигну, какие конусы вообще на него можно надеть, какие реликвии стоит фармить, на какие статы нацеливаться, и соответственно команды и стратегию применения. Знакомьтесь, это повелитель молний, но для друзей он просто лорд, потому что так короче и удобней. Это талант Зэнь Юаня, он считается бонусной атакой, все что бафает бонус атаки, бафает лорда. Урон и скорость зависят от уровня зарядов, то есть если вы накачали максимум 10 зарядов, он будет домогать существенно больше, чем если вы его не трогали. Каждый заряд наносит удар случайному врагу, но если вы присмотритесь к этой картинке, точнее к гифке, то вы увидите, что на самом деле это не массивная ауэ атака, а там маленькие молнии бьют, то в одного, то в другого противника. Так вот, если у вас 10 зарядов, то это значит, что каждый из этих зарядов будет бить в случайную цель. Но если цель одна, то все 10 упадут в одну цель. Если цели несколько, то эти заряды будут распределены случайным образом между ними. И хотя сам каждый заряд наносит 66% от атаки генерала, 25% от атаки генерала выплескивается еще на соседние цели. То есть, если он, например, ударил в центральную из трех целей, то он навесет 66% в центральной цели и по 25% в соседнем. Если в процессе атаки лорда он убил каких-то врагов, то заряды уже не будут по ним бить и будут бить только в оставшихся. Это тоже важная и интересная информация. Если генерал не может действовать, то и действие лорда откатывается на ход назад. Вас заморозили, вас заточил какой-нибудь арматон, вас кавка взяла под контроль. Вот начался ход лорда, он смотрит, а генерал не с ним, он где-то с другой. И он откатывается на ход назад, пропускает свое действие целиком и полностью. И даже если вам на помощь спешит Наташа, чтобы отклейсять этот контроль, генерал-то восстановился, а лорд уже там далеко-далеко. Его надо снова звать обратно, как Деда Мороза или Снегурочку. В общем, не позволяйте генералу быть под контролем, потому что это его злейший враг. Так, лорд наносит огромный урон по стойкости. Он наносит 15 урона за каждый уровень заряда. То есть при максималке при 10 зарядах это будет 150 урона по стойкости. Но для сравнения ультимейты, которые бьют в одну цель, наносят 90 урона по стойкости. Которые бьют по нескольким целям обычно наносят 60 урона по стойкости. То есть это не считая еще, что и сам, собственно, Цзиньюань бьет еще ешками и ультимейтом. То есть можно нанести столько урона стойкости, что мало не покажется. Стартует Цзиньюань с тремя зарядами. С шестью при условии, что вы использовали технику. Вот здесь на полоске энергии, движение на полоске хода, который обычно слева, я почему-то разместил ее направо, но можно увидеть, сколько времени осталось лорду и, собственно, сколько у него зарядов. Вот это десяточка, говорит, что у него 10 зарядов. Это максимум. Заряжаются они использованием навык Цзиньюань или ультимейта. Навык увеличит заряды на 2, ультимейт на 3. Соответственно, выходит, что если вы стартовали с тремя зарядами, достаточно нажать навык дважды, плюс кастануть ульту, и лорд получит те самые заветные 10 максимальных стаков. Ну и важно еще знать, что значительная часть урона генерала приходится именно на лорда. Да, вот здесь я сделал раскладку. Посмотрите, фоллоуап атака, это и есть лорд, 65%. На скилл и ультимейт приходится оставшиеся 35. Конечно, не стоит пренебрегать статами Цзиньюаня, потому что лорд домогает от стат генерала, от его атаки, от его крита и так далее. Но, тем не менее, распределение важное. Оно показывает, в частности, почему для генерала так много ценностей, имеет новый сет герцога, почему для него важнее сальсот, а не какой-нибудь рутиланта арена. Вот именно потому, что такая диспропорция урона на бонусную атаку. Третье плюсов стоит отметить... У меня почему-то глючит немножко презентация. Плюсы. Большой урон по площади, большой урон по стойкости, большой урон в соло цель. Пока все здорово. Ну, пониженная выгода от скорости, что я имею ввиду? Что если другие дамагеры, они спешат все время, и они пытаются как-то ускорить себя, продвинуть еще что-то, чтобы сходить побольше, тем самым нанести побольше урона, у Зиньяня таких дилемм не стоит. Он просто хочет накачивать лорда зарядами, и лорд уже бахнет. Из минусов он уязвим к контролю. Я говорил об этом раньше. Ротации у него непростые, потому что вам очень важно сохранить бафы на генерале в момент хода лорда. То есть у вас не один, скажем так, персонаж, который требует внимания, но целых два. И генерал, и лорд. И отсюда же пониженная синергия с рядом с суппортом. Ну, например, любимица всех ДПСов броня. Она кастует свою Ешку, продвигает ДПС, бафает его урона на 66%. Он ходит, всем наносит классный урон, все здорово. Что происходит в случае с генералом? Вот она ее продвинула, вот генерал нажал Ешку. Ударил с бафом дамага, все здорово. Баф дамага кончился вместе с ходом генерала. Наступает ход лорда, а бафа на нем уже нет. Потому что если на генерале нет бафов, их нет и на лорде. Соответственно, вот вам, что я имею ввиду, под пониженной синергией. Ну, и пониженная выгода от скорости, она может быть как плюсом, так и минусом. Что я имею ввиду? Ну, то же самое, что если другой дамагер может быстро настакать скорость, и много ходить, много наносить урона, генерал не может прыгнуть выше головы. Вот у него есть этот лорд, он его может ускорить, но совсем незначительно. И, например, даже в той же виртуалке, набрав каких-то благословений на скорость, каких-то фишек охоты, которые позволяют ходить еще раз при убийстве, или при пробитии уязвимости. Но для генерала это все не важно. Но, как я уже показывал выше, основной его урон приходится именно на бонус-атаку, а бонус-атаку вы уже никак не заставите сходить дважды. И это, в том числе, доставляет ему определенные проблемы. Вот сравнение с другими эрудитами. Я взял химика за основу в 100%. Я называю это чистый вымысел ЧСВ, и вы, наверное, удивляетесь, почему здесь 100%. Но 100% здесь потому, что я прогнал специальные симуляции с разными персонажами, химика отлично себя показывает в паре с другими БПСами, но сама по себе она ничего такого выдающегося не выдает. То есть, если вы поставили ее с Герты или с Кавкой, например, Герта в Сойла гиперкерри сетапив ЧСВ выдает урон, сравнимый с Аргентией. Такой же практически по цифрам. Но если она стоит вместе с химика, то процент урона химика, который вносит химика непосредственно в общий вклад в дело, он где-то 27%. То есть, она просто очень хорошая, безусловно, и рудит для чистки ЧСВ режима, но тем не менее не выдающаяся. То есть, вот с Гертой, да, там цифры вот 166 и выше. Но сама по себе я просто взял ее как такую крепкую основу, от которой можно считать всех остальных. Ну и дальше вы можете посмотреть цифры, что по трем целям лучше всего себя показывает Цин Цуя, по пяти лучше всего показывает Аргентия, ну и Цзэнь Юань лучше всего показывает себя, когда на поле только одна цель. Естественно, это все относительно вот этих вот, относительно химика. То есть, конечно, дамагеры типа разрушителей будут проявлять себя лучше. Ну и здесь мы видим, что по трем целям разница в уроне между всеми этими персонажами незначительная. Разница в режиме чистого вымысла довольно существенная между Аргентией и Генералом. Ну и, собственно, по соло цели разница тоже ощутимая. Генерал домогает побольше, но это подтверждается и расчетами Прудвина, если вы вдруг удивляетесь. Но я подозреваю, что это до бафа Аргентия происходит. После бафа Аргентия, возможно, цифра изменится, потому что модификатор около 900% в одну цель должен, по крайней мере, быть. Вот. В любом случае, вот такие расчеты вышли у меня, и такие расчеты вышли у Прудвина, когда я все это забил в калькулятор. Рейтинг зеркала, я считаю, что он чистит на хорошем крепком уровне. То есть, если у вас молниевая уязвимость, он ее закроет. Скорее всего, в 3-4, там, максимум 5 циклов. То есть, свою часть работы он сделает отлично. В чистом вымысле, как я уже показал ранее, он просто очень хороший крепкий персонаж. Не уровень Аргентия, не уровень Герты, как, ну, по крайней мере, в текущем чистом вымысле, но он хороший АОЕ-дамагер, и, как мне кажется, в вымысле, где враги приходят такими обновляющимися волнами, урон, который разделен у персонажа на две части, то есть на его скиллы, вот это на фоллоуп атаку, который убьет чуть-чуть позже, это скорее плюс, чем минус, потому что именно она позволяет ему, например, за один ход зачищать аж по две пачки. То есть, у него есть интересный потенциал в этом режиме, и, безусловно, неплохой персонаж в нем. Что касается Simulated Universe, на мой взгляд, он слабоват, опять же, по тем же причинам, что я озвучивал уже выше, ну, как бы, тут наверняка прибегут люди, как в видео с Блэйдом начнут мне рассказывать, что они великолепно чистят, и все суперздорово, но не буду никого переубеждать, просто выскажу свои мысли. Путь эрудиции для генерала не шибко полезен, потому что ему ульта погода не делает, вот то, что я говорил, выше головы не прыгнешь. Задача зарядить лорда, а не домогать ультой, соответственно, это мимо. Охота тоже бесполезна, как бы, многие бафы для генерала просто не нужны, которые даются в чистом случае. Что остается? Бонусные атаки, пути радости, да, безусловно, от него можно настакать много, но в то время, как остальные персонажи выгадывают от большего количества путей, генерал выгадывает, по сути, только от одного. И то не во всем, скажем так. По итогу я бы определил его как такой Б, то есть средний персонаж для чистки этого режима. Ну, я здесь имею ввиду, опять же, Рой и Сиш, золотой шестеренки. По круткам. Я считаю, что для генерала нужно крутить сигну, почему? Не потому, что она какая-то суперклассная, как в случае с Блэйдом, а просто потому, что в данный момент у эргитов с конусами беда. И вы, когда тянете персонажа пятизвездочного, вы хотите, чтобы он играл как пятизвездочный персонаж, как там усиленная версия сервала. Поэтому вы либо должны тащить его сигну, либо вы должны платить за батлпасс около восьми тысяч, на протяжении пяти месяцев и брать конус еще один мирный день. То есть из этих соображений я определил его как такого персонажа для тех, кто верит в себя. Ну, что касается пауэркрипа, в один момент он был на дне, утонул уже, пузыри пускал, но тут после того, как вышла кавка, собственно, его сместив, но с тех пор были проведены версиям определенные реанимационные мероприятия, выпустили сет герцога, выпустили топаз, в общем, все хорошо, и сейчас он немножко подвсплыл, подвсплыл, и уже такой вполне играбельный персонаж в данный момент. Но я, тем не менее, не советую никому его тянуть, если только он вам очень не нравится. В том числе потому, что есть кавка, который выходит лебедь, есть ахерон, который будет выходить, это тоже персонаж пути небытия, тоже дамагер, поэтому вам нужно ориентироваться на то, что с трона, там даже нет не трона, а в том положении, в котором он сейчас находится, молния в его ДПС, есть хороший претендент на то, чтобы его потеснить. Может быть, этого не произойдет, но в любом случае такая опасность всегда есть, и просто имейте это в виду. То есть мой совет, если вам персонаж не шибко нравится, то на аккаунте он вам и не нужен. Что касается идолонов. Я взял расчет прудвину вот в этой поле, но я кроме этого решил сделать расчет, как себя показывают эти идолоны в рамках команды. Я старался выбирать наилучшие команды, то есть, ну вот в частности, например, вот здесь я пока для химика разные конусы в разные режимы брал, то есть то, что показывало себя лучше, то я использовал. Поэтому я всегда пытаюсь как бы выбрать какую-то оптимальную, оптимальный сетап, чтобы представить себя как персонаж, что ж такое с презентацией, как себя персонаж показывает на пике. Так вот, тема, темня показалось, что вклад идолонов пониже, по крайней мере, по моим расчетам. Сигна в любом случае будет полезна, я уже говорил почему, и дальше мы поговорим про сигна, то есть прибавка 15-17%, а вот дальше все как-то так мутно. Ну я один еще, может быть, но если очень хочется, я бы не советовал, но только сердцу не прикажешь, как говорится, ну вот, а дальше уже прибавки совсем смешные, я бы не советовал крутить, я бы не советовал дальше Е0-С1 крутить, а уж дальше Е1 вообще, я думаю, что не имеет это никакой выгоды. Что касается конусов, опять же, приведу расчет Прудвина, здесь у меня с ними традиционное расхождение где-то в 1%, ну мимо, кроме того, что я взял еще другую немножко основу, то есть они берут за основу С1 мирный день, я взял за основу важность завтрака, получается, что рождение себя на 2% хуже важности завтрака, это День Падения Космоса, это новый конус из версии 2.0, который должен продаваться в магазине Зала Забвения, но у меня получилось так, что на самом деле он может быть как лучше, так и хуже завтрака. Конус это делает, что вот завтрак, он дает 24% урона сразу же, и по 8% атакой после убийства врагов, атакующийся 3 раза, ну то есть еще 24% атак. Так вот, День Падения Космоса он дает 24% атаки, плюс 40 крит урона, если вы атакуете цели числом 2 или больше, то есть если не в соло цели вы бьете, а в несколько. На самом деле, мне кажется, для генерала этот конус плох, потому что сейчас не что, в соло цели он отличный персонаж, но кроме того, просто потому что я посчитал, что если у вас так с критом все хорошо, то он на самом деле сильно теряет ценности, в определенных раскладах может быть даже хуже, чем важность завтрака, а в применмаксинге таком очень вдумчивом он будет лучше всего на 2% приблизительно. На мой взгляд, это не стоит всех извращений, сопряженных с этим, тем более, такое требование у него специфичное. По факту, все вот эти 3 конусы, это конусы, которые лучше всего раскрывают себя именно в чистом вымысле, потому что здесь нужно убивать людей, здесь тоже нужно убивать врагов, здесь нужно, наоборот, чтобы враги где-то были, ну и это гарантировать вы по сути можете, наверное, вот эти 2 точно только в чистом вымысле, важность завтрака, наверное, универсальна, хорошо, потому что в любом случае врагов вы будете убивать и в моке, и в чистом вымысле, а какого-то таймера на эти бонусы тут нет, поэтому такое. Ну и дальше у нас идет мирный день, перед рассветом выгода, соответственно, примерно между отдыхом гения и важностью завтрака 6%, мирный день лучше еще на 4%, а перед рассветом сигна генерала лучше мирного дня на 6%, ну и лучше бесплатных альтернатив от 10% получается до 16%, это примерно совпадает на 1-2% с расчетами Прудвина. Собственно, как я и говорил, проблема в том, что у вас лучшие конусы, единственная альтернатива вот этим бесплатным конусам, это гача конус, который не слишком-то и хорош, и все они имеют какие-то требования, и все это очень печально, то есть по факту надежный конус это важный завтрак, а разница с альтернативами довольно существенная. Вот, собственно, и все, что следует знать. О реликвии, ну мы тело одеваем на крит-урон, просто потому, что у него в следах уже есть крит-шанс, но опять же, если саб-статы накрутилось много крит-урона, а крит-шанса мало, то, конечно, берите тело на крит-шанс. Веревка атака, шар урон-молнии или атака, но так у генерала и так много источников атаки, это и сет-герцог дает атаку, и ботинки вы, возможно, наденете на атаку и так далее, то, в общем-то, конечно, смотрите, опять же, на саб-статы, потому что бывают сумасшедшие просто шары на атаку, и люди просто читают гайды, что там сказали брать урон элемента. Ну да, урон элемента, если вы смотрели мое видео, ну да, про урон в Ханкае, там я разжевываю, почему те или иные типы урона имеют разный приоритет, но тем не менее, это не значит, что там, если у вас безумный шар на атаку с крутыми саб-статами, там, не знаю, 40 крит-вэльв в саб-статах, вы его выкинули и взяли урон на молнии, в которых там 20 крит-вэльв в саб-статах. Нет, так не получится, берите то, у чего лучше саб-статы, и не раздумывайте лишний раз, но, конечно, вы при идеальном раскладе, при прочих равных, у шар на урон молнии лучше. Что касается ноги на скорость против атаки, тут есть разные билды, обсудим. Давайте перейдем пока к тому, какие саб-статы нам нужны на реликвиях. Крит-урон и крит-шанс равноценные, их нужно набирать от 2 к 1, атака тоже будет немаловажной, именно процент атаки, ну и скорость, в зависимости от того, какой билд вы строите, понадобится или нет. Набрать нам стоит, если вы скоростной атаке, понадобится где-то 2700-2800, если вы набираете, ну, соответственно, у вас ботинки на атаку, и вы не паритесь на скорость, вам где-то от 3000 и больше атаки желательно набрать. Крит-шанс 70%, Крит-урон 160%. Имейте ввиду, что Крит-шанс он сама бафает от Ешки на одном из следов, Крит-урон бафается у Лайтнинг Лорда, исходя из того, что если вы набрали 6 стеков, а мы, скорее всего, ну, 6 зарядов, мы, скорее всего, будем набирать всегда 10 зарядов, если мы правильно собрались, поэтому он будет повыше фактически итоговой. Ну, мало, как говорится, не бывает, поэтому чем больше, тем лучше. По скорости, ну, у нас такие примеры расклада. Без скорости вообще, это Тиньюн с конусом Дэнс-Дэнс-Дэнс, я про это снимал специальное видео, если вам интересно, предыдущее видео как раз об этом, там рассказано и показано подробно, как работает такая сборка. Это очень сильная сборка, несмотря на какие-то определенные минусы. Также Хани плюс Жуан Мэй очень хорошо зайдут без скоростного генерала, но дело такое, что у Хани скорость зависит от многих факторов, сколько скорости нужен генералу. То есть, это зависит и от Эдолона Хани, например, у нее Е2 Эдолон бафает, ее же скорость от этой же скорости бафается скорость. Ну, чтобы вы понимали, когда Хани кастует ультимейт, берется та скорость, которая у нее есть в момент каста ультимейта. То есть, если, например, у вас Хакерспейса в четыре куска, вы сама бафнули скорость, эта скорость считалась как, ну, в общем, если она под действием ультимейт, под действием Хакерспейса, вот этого вот, бонуса ульты, усилилась скорость Хани, и эта скорость записалась, как бы, и передалась вот там генералу, например, да, на кого она скастила свою ульту. И даже если потом этот баф спадет с нее, баф скорости Хакерспейса, то на генерале, скажем так, вот, как отпечаток, да, этой скорости, которая была в момент прокаста ульты Хани, не знаю, я, наверное, очень запутанно объяснил, но, надеюсь, понятно. Ну, в общем, на четвертом идолоне у нее продлевается длительность ультимейта, то есть, вы можете вообще стопроцентные аптайм ульты, то есть, постоянный баф скорости иметь на генерале, и это сильно-снижает требования по скорости. Но, вместе с Жуан Мэй, и я так взял условно, что скорость Хани 164, этого должно быть достаточно, чтобы набрать 140 скорости, которые нужны генералу, чтобы без поддержки какой-либо внешней держать аптайм. Но, на самом деле, вам понадобится скорость здесь повыше, если у вас идолон не Е4, а ниже. Если Е4, то достаточно где-то набивать 140-145 скорости генералу, чтобы он всегда успевал сходить дважды до лорда. То есть, 140 это скорость, при которой он ходит два раза до отхода Лайтнинг Лорда, и набирает собственно 7 стаков ему, и если у вас есть ульта, то набираете соответственно и 10. Вот, если же у вас Ханя ниже, то скорее всего вам понадобится что-то вроде вот этой скорости. Вам нужен будет некоторый запас, ну вот, например, Аста, она бафает скорость на 53, то есть, вы бафнули на 53, у вас получилось там 160 скорости, да, нужно 140. Но вот получается, что если вы не держите аптайм ульты постоянной Астой, то есть, вы играете, например, скилл, и две автоатаки. У вас будут ходы, когда генерал ходит со своей обычной скоростью, с низкой. И вот в эти ходы важно, чтобы был вот этот запас, как он ходит по линейке скорости, чтобы он успевал все равно сходить перед Лордом. Ну и, скорее всего, Аста бафнет снова своей ультой генерала еще до того, как закончится его ход, и в результате сможет, ну, он только пол хода, скажем так, проходит с низкой скоростью, а оставшийся пол ход уже будет быстрый и успеет втиснуться до хода лорда. Не знаю, понятно ли я это объяснил, извиняюсь, если немного спутано, но, тем не менее, вот такая история. Не забывайте, что ультимейты кастить все нужны именно в ход, когда наступает ход генерала, иначе баф будет длиться поменьше. 131 скорость это Жоан Мэй, ну, потому что она тупать на 10 бафает пассивно своим талантом скорость, и 133-134 это Тиньюнь с большой скоростью. Почему? Потому что у Тиньюнь на ее благословении есть такая особенность на Идалоне 1, то когда союзник под действием бафа кастует свой ультимейт, он ускоряется на 20%. Соответственно, если вы будете кастить ультимейт сразу в ход генерала или сразу после того, как вы нажали Ешку, вам будет почти всегда хватать скорости, чтобы ходить два раза до лорда. Почти всегда, потому что, как я уже говорил, все вот эти трюкачества со скоростью, чтобы втиснуть с тютелька в тютельку, они очень уязвимы к эффектам контроля, любые замедления, они могут все это портить. Ну и, как я говорил, 140 это скорость без поддержки. Честно скажу, по моему опыту, да, от атаки намного лучше урон. Ну, я приведу расчеты дальше. Но со скоростью прямо так удобно играть. То есть, я бы вам советовал сборку какую-нибудь либо вот так вот с Жуан Мэй, у вас всегда был 141, либо играть с Ханей. Это мое личное впечатление от игры генералами. Все нам нужно знать. Лорд ускоряется при каждом Е или ультимейте. Ульту лучше жать во время второго хода генерала. Например, вы ходите первый раз у генерала три заряда. Нажали Ешку, генерал устрел пять зарядов, он поднялся повыше. Если вы сейчас нажмете ульту, он просто перегонит генерал и у вас будет только восемь зарядов. А вот если вы дождете своего второго хода и скасите ульту тогда лорд, он приблизится к вам практически в затылок будет дышать, но обогнать он вас не сможет. Ну просто так это не работает, если персонаж уход сейчас, его никто не может перегнать. Может только постучать сзади, похлопать по спине. Вот. И здесь вы нажимаете получается и ульту, и Ешку, и вот набираете эти самые десять стеков. То есть, держите ульту до последнего. Бафы на генерале должны быть активны в момент хода лорда. Но я об этом уже говорил, чуть-чуть повторюсь. Если, например, вы за Тиньон играете с обычными дамагерами ЕАА, то есть скил 2 автоатаки, то с генералом обычно вы играете ЕАЕ. Почему? Потому что если вы сходите генералом, последний вот этот вот заряд бафа Тиньон спадает, и к моменту хода лорда его уже нет. То есть, вам нужно обязательно удостовериться, что после хода лорда баф на нем сохранится. Иначе все будет потеряно. Из этой же серии ульта Тиньон желательно ее использовать тогда, когда вот длительность этого бафа плюс 50 урона, который дает ультимейт Тиньон, она будет держаться в момент хода лорда. То есть, например, также вот вход, который второй ход генерала перед лордом, самый последний, когда вы применяете ульту генерала и тут же применяете ульту Тиньон, и вот он накачан всеми бафами, и под максимальными бафами уже ходят и генерал, и лорд. Бафы на гене... Е-Е-Е, Е, 4 Ешки, 4 скилла. Это 125 из 130 энергии для генерала. 125, потому что 5 дает вам каст ультимейт любой. Ультимейт персонажа восстанавливает 5 энергии этому же персонажу. То есть, у вас фактически вот эта энергия достаточно для того, чтобы кастануть ульту раз в два хода лорда. То есть, почему раз в два? То есть, вы ходите два раза перед лордом, один ход, набираете 7 стаков, следующий ход сходите еще раз два раза, набираете уже ультимейт и 10 соответственно стаков вместе с ультой. 10 зарядов. Это если вы играете вообще без какой-либо подпитки энергии, без тиньюни, вот просто генерал, он просто ходит и каждый, соответственно, второй ход применяет ульту и ходит лорд на 10. Но, конечно, мы будем стараться как-то разбить этот круг и кастить 10 зарядов, иметь каждый ход. И для этого нам понадобится, конечно же, тиньюнь. Но об этом мы опять же чуть-чуть дальше поговорим. Дальше. Сет герцога усиливается от числа зарядов. Что интересно, каждый удар лорда триггерит эффект герцога. То есть, если вы первым же зарядом ударили трех противников, то вы тут же пробафаете оставшиеся атаки. То есть, 10 зарядный лорд хорош не только тем, что он 10 зарядный, но и тем, что он по этому сету герцога позволяет раньше раскрыться и усилить все последующие заряды. Это немного похоже на способность Данхэнга бафать в свои последующие хиты. Ну, пожиратели луны, я имею ввиду. Наконец, след А2 усиливает лорда, если заряды его больше или равны 6. Об этом я говорил ранее в видео. Нужно стараться каждый ход набирать хотя бы 6 зарядов, но мы об этом, собственно, и делаем видео. Итак, что от суппортов требуется? Генерал должен успеть сходить дважды до хода лорда. Трижды не получится, скорее всего, без извращений, а вот два раза нужно. То есть, суппорт должен это обеспечить, если генерал своим ходом не может этого сделать. Нужно набрать достаточной энергии за два хода для ультимейта. Тоже, соответственно, ЭТОС, если суппорт может регенерировать вам энергию, это полезно и важно. Суппорты с малым временем бафа теряют эффективность. Об этом я говорил, когда рассказывал вам про броню, то есть, различные суппорты, которые не могут обеспечить баф достаточно длительные для того, чтобы он продолжался во время хода Лайтинг Лорда, они не так хороши на генерале в сравнении. И четвертое, используя мульты суппортов в ход генерала. Об этом я уже говорил, но если вы не знаете, любые бафы, которые применяются на персонажа во время его хода, они в этот же ход не отсчитываются, то есть, ни счетчик не сходит, когда вы заканчиваете ход. А вот если применили этот баф до хода генерала, то он спишется. Поэтому очень выгодно большинству бафов применять именно в ход персонажа. Что такое? Вот кого мы можем использовать для генерала в качестве персонажей поддержки. Это персонажи, которые дают скорость или продвижение. Это персонажи, которые бафают нам энергию. Это персонажи, которые помогают наносить больше урона. Ну и саб ДПС. Астас, собственно, она уже немножко вышла из, скажем так, генеральской поддержки. Ее заменила вот эта новая вайфу, которая во всем практически лучше. Броня тоже вышла уже из ротации. Она уже не нужна. Ее заменила Руан Мэй по большей части. Ну а вскоре заменит Искорка. Про нее я пару слов тоже скажу. Тиньюнь практически безальтернативный союзник генерала. Она прекрасна во всем. На нее можно дать конус, например, планетарий рандеву для бафа, молниевого урона. Для нее можно дать Пентаконию, чтобы тоже баф молниевый урон. И, наконец, она позволяет генералу, собственно, каждый ход кастовать ульту за счет того, что может бафить ему энергию. Только, ну, кстати, вот здесь, когда я говорил про Ее-125, конечно, этого недостаточно, но если вы кого-то убьете или вас стукнут, вы наберете нужную энергию. Что касается вот этих персонажей, Юй-кун тяжело одержать. Соответственно, баф в момент хода лорда, поэтому это сразу скорее всего нет. Руан Мэй один из лучших в данный момент суппортов для генерала, в том числе, потому что помогает ему наносить урон по стойкости, в том числе, потому что ее бафы длятся от ее ходов, они от ходов бафнутого союзника, поэтому, как я и говорил раньше, она просто бафает все атаки и генерала, и лорда. пела тоже достаточно хороший суппортов для генерала, как в принципе и Сильвер Вульф, но она, на мой взгляд, имеет смысл только в такой расклад, когда вы используете генерал плюс Тинь-Юнь, Сильвер Вульф и Фушан, тогда у вас 2 плюс 2, 2 молнии, 2 кванта, если вы дерете склад уязвимым противником, например, то вы можете на него просто гарантированно накладывать молниевую уязвимость, плюс с учетом мощного урона генерала в одну цель, Сильвер Вульф будет достаточно неплоха. Что касается саб-дпсов, Тапас, безусловно, сейчас лучший практически баффер для генерала, Дзен-Лю, это Дзен-Лю, она просто королева дамага, в данный момент самый большой дамагер, кто-то скажет, Дань Хэнк пожиратель, нет, они одинаковые по дамагу, Дзен-Лю лучше до Е2, на Е2 Дань Хэнк ее догоняет, но, собственно, скажем так, с учетом того, какой выбор команд у нее, в общем, если вы не верите, я могу сделать видео и доказать вам, что я прав, но в любом случае, Дзен-Лю не жрет скиллпоинтов, поэтому она великолепна, и даже просто так, как дамагера, она вновь приносит слишком много, чтобы игнорировать ее как потенциального союзника в любую практически команду как 2-го ДПС. Орлан тоже молниевый парень, в этом плане его можно использовать с генералом, наверное, как моноэлемент, в том числе там Ситинь Юнь, но, конечно, он хреноват, и если сравнить с гиперкэрри сетапом, он не очень, но если у вас, например, нет возможности использовать гиперкэрри, вы хотите там играть в Тень Юнь с Планетарий Рандеву и с Орбом Пентаконии, то, ну, наверное, можно, если вы сможете обеспечить выживаемость как от этого Орлана, можете попробовать. Что касается теперь наших энергетик, вот у нас есть Хуахо, и вы даете ей веревку на регион энергии, и ульта у нее набирается за 4 хода через скилл, автоатака, и это ульта, что на генерале, что на Тень Юнь дает 26 энергии. Соответственно, с конусом квид-про-кво, то есть в равноценный обмен, она восстанавливает с 16 до 19 энергии. Ну, 19, то есть если персонаж, которому она восстанавливает энергии, имеет какие-то способы регенерации энергии, то есть, например, Тень Юнь имеет веревку, то баф, и эта энергия тоже будет увеличена, то есть вплоть до 19. Соответственно, даже в минимуме она дает где-то 42 энергии, это приблизительно равно одному ходу Тень Юнь, то есть она может потенциально ускорить ротацию Тень Юнь, ее ультимейт, на один ход. Но, честно говоря, это не шибко-то ей нужно. Что касается конуса разделенные чувства, или как там Шерд Филлингс, он немножко поинтереснее, если вы играете с Шиле Генералом без Тень Юнь, потому что он восстанавливается до 26 плюс 4, это 30 энергии, это приблизительно, ну, точнее приблизительно, это ровно одна Ешка гены, и это значит, что вы можете чуть-чуть ускорить получение им ультимейта. Но, опять же, на самом деле, не сказать, что это шибко важно, не сказать, что это шибко нужно, если правильно выстраивать ротацию, ну, просто как вариант и объяснение, что Хуа Хуа может приносить существенную пользу, чтобы вы понимали, как и сколько она может давать энергии, я привел эту таблицу, плюс, ну, не таблицу, а эти данные, плюс Хуа Хуа баф и также атаку, что немаловажно, и для Генерала, и, в общем-то, для Тень Юнь, поэтому она очень, наверное, лучший суппорт практически для Генерала, ну, по крайней мере, не хуже Фушан, это точно. Что касается Тень Юнь, то вам нужно, смотрите, вот есть классика, это Меморис, Конус Меморис в суперпозиции, высокой, он дает нам возможность играть, набирать ульту за три хода через ЕАА, то есть, нет скилла, две автоатаки, если у вас есть веревка на реген энергии и планарка на 5%, например, вот это Пентакония, ну, собственно, даже если вам не нужна реген энергии 5%, я вам рекомендую на ней применять Пентаконию, просто потому, что она в элементе Генерала, она бафнет ему его молниевый урон, но, как я уже говорил раньше, Тень Юнь редко играется через ЕАА с Генералом, потому что ей надо играть через ЕАЕ, то есть, этот конус на ней не оптимален с Генералом, и я бы вам не советовал применять в этой сборке. Какие же конусы применять? Ну, применять либо Дэнс Дэнс или Рандеву, я дальше приведу таблицу с сравнением урона от разных конусов и разных сборок. Это ульта в 3 хода через 3 скилла подряд, или ульта за 4 хода через скилл и 3 автоатаки. Нужна веревка на, соответственно, реген энергии. Что касается конуса брони, да, не очень получится пользоваться бафом урона, вот этот 30%, но это и не нужно, потому что нам гораздо важнее другие особенности этого конуса. Это, во-первых, баф, бонусный скиллпоинт при применении ультимейта, и регенерация энергии, которая позволяет нам поставить ульту за 3 хода через ЕАЕ, то есть то, что нам нужно. Это позволяет нам вот этот драгоценный скиллпоинт экономить, плюс скиллпоинт раз-два хода с ульты, это тоже ценно. Для этого вам понадобится, кроме конуса, веревка на реген энергии и планарка на 5%. То есть этот конус на самом деле очень-очень хорош на самом деле на тиньоне в этой сборке. Здесь я взял у одного японца расчеты, он прогнал, там очень такой хороший крепкий теорикрафтер с большим количеством расчетов. Вот здесь он прогнал 6000 симуляций различных с разных сочетаний команд и здесь это, скажем так, теоретически, но он выбрал самые лучшие себя показавшие по 5 соответственно в теории и 5 он прогнал симуляции именно текущего Memory of Chaos, как быстро какие команды заклирили его. Так вот здесь симуляция на 8 раундов, у него получилось что самая лучшая команда на 8 раундов, это вот это, ну и второе место это гиперкарри сетап, то есть, как я говорил, Руан Мэй и Тинь Юнь. Хоха здесь энергии накидывает, дальше мы видим, что удивительно можно писать, что Гуи затесалась здесь, ну и сетап с брони кстати показал себя тоже неплохо. Что касается Memory of Chaos, здесь мы видим доминацию гиперкарри сетапов практически безальтернативно, брони показала себя хуже всех, даже хуже, чем Юй Кун, и в этом плане тоже достаточно интересные данные. Я тоже сделал свой расчет, у меня он вот такой, что я отдал здесь какие ботинки одеты на генерале, здесь какая соответственно команда у него применена. Смотрите, броня, из сетапов брони самый нормальный у меня получился, броня вместе с Тинь Юнь, конусом Планетария Рандеву, они достали, среди сборок брони это лучший результат. Соответственно, генералы у нас с атакующими ботинками, естественно, потому что с броней в общем-то других ботинок и не надо. Опять же, при атакующих ботинках лучшая сборка Хани, ну, опять же, Хани бафает скорость генерала, ей не нужны ему ботинки на скорость, поэтому Хани плюс Тинь Юнь со скоростью, с конусом Дэнс 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 дали наилучшие результаты среди сборок Хани. Руан Мэй одинаковые дала показатели с конусом Тинь Юнь Планетария Рандеву и с конусом Дэнс Дэнс Дэнс, то есть берите, что у вас есть, и это будет достаточно хорошая прибавка относительно, например, команд Хани, то есть, как видите, 11% разница в уроне, ну, и, соответственно, самая сильная сборка при условии, что боссу извим к обоим элементам, то есть и к молнии, и к огню, например, к сварок, то Топас показывает себя лучше всего, если это бесплатный конус с вордплей, он себя показывал на ней тоже лучше, чем Круиз, немножко совсем, то это прибавка около 8% относительно вот этой сборки, если же есть Сигна у Топас, то прибавка уже такая достаточно большая, выходит, выгода, вот, ну, и в итоге, я вот, на мой взгляд, скажу вам, лучшие команды генерала, два ДПСа, это, как мы уже видели раньше, Топас, на самом деле, вот эта вот часть, она как бы взаимозаменяемая, то есть, любого из этих суппортов вы можете прикрутить куда угодно, единственное, что вот в этой сборке, я бы советовал применять Лочу или Рысь с мультипликацией, и, собственно, если вы посмотрите, опять же, мое предыдущее видео про сборку с Дэнс Дэнс Дэнс, вы увидите, почему, собственно, эта сборка, в общем-то, об этом, то есть, вы здесь либо генерала с ботинками юзаете там на 133 скорости, или просто вообще без скорости конусом Дэнс Дэнс его двигаете, вот, такое мое мнение, значит, и здесь, соответственно, то же самое, можете любого применять суппорта, это не принципиально, у меня есть определенные вопросы к скиллпоинт эффективности таких билдов, но, в принципе, Хуахо может и через автоатаки играть, если уж на это пошло, ну, и, наконец, ФТП сборка достаточно эффективная, как по скиллпоинтам, так и по, ну, вот мне, например, я пробовал играть эту сборку, она такая прям комфортная, удобная, мне очень понравилось ей играть, и она дешевая, и не сказать, что вот если мы посмотрим предыдущую таблицу, она очень высоко по эффективности находится, то есть, относительно там сборок с Руан Мэй, ну, 11% это, конечно, немало, но не сказать, что какая-то катастрофическая там разница, вот, поэтому, если у вас собралась такая вот история, поиграйте, почему бы нет, очень приятно, Ханя прям очень хорошо к генералу ложится, что касается Ханаби из Искорки, то она, когда выйдет, заменит собой, скорее всего, Руан Мэй, или будет в гиперкерри вместо, например, ну, не вряд ли вместо Тиньюнь, но, в общем, я смотрел расчеты по Искорке против Руан Мэй, и прибавка составляет где-то до 20% местами, это, правда, было до того, как изменило, недавно изменили ее Тулсет, немножко под, кто-то говорит, под нерфили, кто-то под бафили, но, в общем, в любом случае, разница будет ощутима, это, скорее всего, будет лучший субпорт для генерала, опять же, в частности, потому что, хоть он продвигает все на 50%, как я уже говорил раньше, для генерала это и не нужно на 100%, ему нужно только ходить впереди лорда, и как раз этим его Ханаби и будет обеспечивать. А на этом я закругляю свое видео, надеюсь, вам было интересно и познавательно, до новых встреч!